Управление Министерства внутренних дел России по Ненецкому округу подвело итоги оперативно-служебной деятельности за 6 месяцев текущего года. За это время раскрыто 279 преступлений, каждая пятая относится к категории тяжких и особо тяжких. Таким образом, регион занимает первое место по уровню раскрываемости преступлений в СЗФО и десятое в целом по стране. Количество преступлений против жизни и здоровья граждан в Ненецком округе сократилось на 34%. Грабежей на 12%, угонов на 37%. Такие данные по итогам первого полугодия привел в своем выступлении начальник окружной полиции Олег Яковлев. Тем временем число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, увеличилось на 10%. Особое внимание полицейские уделяют профилактике мошенничества. С 5 апреля по 14 июня в два этапа проведены профилактические мероприятия под условным наименованием «мошенник», в ходе которого на территории всего региона осуществлен 100% обход жилого сектора с проведением индивидуальных бесед, раздачей наглядных памяток с разъяснением наиболее характерных видов мошенничеств и хищений, совершаемых на территории округа и Российской Федерации. В средствах массовой информации размещено 18 материалов по данной тематике. Несмотря на меры профилактики, за 6 месяцев текущего года уже возбуждено 30 уголовных дел по статье «Мошенничество», в основном связанных с банковскими картами и социальными сетями. Что касается уровня раскрытия преступлений, то здесь округ занимает первое место в Северо-Западном федеральном округе и десятое – в целом по стране. Достигнуто 100% раскрываемость грабежей, причинение тяжкого вреда здоровью, убийств, краж из квартир, хулиганств и ряда других составов. На 4,5% повысилась эффективность раскрытия особо тяжких преступлений. На 1,2% – деяний против личности, а также совершенных преступлений в общественных местах. Особую тревогу у окружных властей вызывает подростковая преступность. Как отметил глава региона, ее рост – повод для проведения серьезного анализа ситуации. Это, наверное, более опасная тенденция, поскольку это подрастающее поколение, которым уже сегодня закладываются определенные привычки к поведению. Этот рост не такой значительный, как в 2011-2013 году, как я посмотрел, но, тем не менее, это тенденция, на которую надо начинать влиять. Мы с вами неоднократно и в рамках координационных совещаний обсуждали эти вопросы, говорили о том, что подход к профилактике подростковых правонарушений должен быть неформальным. Мы с вами должны понимать, что конечная цель нашего с вами работы в этом направлении – это судьба каждого из этих молодых людей, которые на самом деле еще принципиально могут измениться и могут изменить свое поведение. Отдельное внимание губернатор уделил вопросу о предоставлении служебных помещений для опорных участковых, уполномоченных в новых микрорайонах. С такой просьбой к окружным властям в ходе заседания коллегии обратился начальник окружной полиции Олег Яковлев. Соответствующее поручение я дал. Думаю, что он будет в ближайшее время решен. Мы изыщем возможность, как в новых строящихся домах, нам предусматривать помещение. Но со своей стороны мы эту часть работы готовы сделать. От вас мы просим, чтобы эти опорные пункты становились действительно эффективными точками, к которым могут прийти люди и со своими проблемами обратиться к участковым. Они оставались просто формальными помещениями, которые числятся за МВД, а на самом деле в полной мере не используются. В целом, говоря об итогах совместной работы окружной полиции и органов власти региона, Александр Цибульский обратил внимание, что показатели, представленные в докладе руководители управления, свидетельствуют о том, что проводимая в округе работа по профилактике правонарушений приносит конкретные положительные результаты.